Здравствуйте, это программа «Мнение» в студии Игоря Резеров, и я рад приветствовать сегодняшних участников нашей программы. Это доцент кафедры Всевообщеотечественной истории Бурятского государственного университета, кандидат исторических наук Оксана Полянская. Оксана Николаевна, добрый день. Здравствуйте. И из краеведа, автор нескольких научных статей, посвященных событиям революции гражданской войны на территории Бурятии, Павел Кругузов. Паша, я тебя приветствую. Да, добрый день. Сегодня мы поговорим о вашей поездке недавней в Кяхту, вы расскажете все, из чем она состоялась, о чем там говорилось, ну и, соответственно, вот из этого информационного повода, скажем так, вытечет наша основная беседа, посвященная, так, при дворю женщинам, женщинам замечательным. Гораздо чаще мы о мужчинах говорим, выдающихся, но женщин тоже, особенно вот в преддверии 8 марта забывать нельзя, тем более все это связано вот с Бурятией, с Кяхтой, да, со многими другими местами, памятными здесь и с такими бурными событиями, которые здесь происходили. Оксана Николаевна, давайте с вас начнем. Вот зачем в Кяхту ездили? Да, в Кяхту ездили очень на интересную встречу, но хотелось бы начать, что не то, что в преддверии 8 марта, это само собой, но самое интересное, что 8 февраля – это день российской науки, а 11 февраля, как выяснилось, это день женщин в науке. Вот, то есть это все совпало, и почему совпало? Потому что в Кяхте проходил круглый стол в память одной из первых путешественниц, исследовательства Центральной Азии, Александра Викторовна Потаниной. То есть она 1843 года рождения, соответствующая дата, и, к сожалению, так еще и получилось, что и дата смерти, тоже 130 лет со дня смерти, она, ее не стало, в 1893 году как раз вот в одном незавершенном путешествии, которое она с супругом совершала в Китай. Да, вот вынуждена потом поехать в Кяхту, ее привезли тела в Кяхте, и в Кяхте она захоронена, там стоит памятник, который, в общем-то, был собран, поставлен на средства общественности в 1856 году, но потом он обновлен, по-моему, в 70-е годы был поставлен новый, который вот сейчас существует. И участники круглого стола возложили венок и, в общем-то, почтили память. Но перед этим был круглый стол, куда, в общем-то, нас пригласили, и в Кяхте есть действующий кружок любителей истории, в общем-то, энтузиаста своего дела. Возглавляет его фельдшин Николай Георгиевич, вот такой местный краевед, историк по образованию, закончил когда-то Иркутский университет, и, в общем-то, активный участник наших разных конференций, научных разных собраний. В свою очередь он ведет разные темы, связанные с Кяхтой, его родным городом, где он проживает долгое время. Он является редактором Кяхтинского альманаха, который, в общем-то, периодически выходит тоже на средства энтузиастов и неравнодушных людей, меценатов, да. Там у них есть этот книжный магазин, вот они основную спорту. Да-да-да. И самое интересное, что этому кружку любителей истории тоже юбилейная дата, вот в 22-м году, там в конце года, исполнилось 5 лет, как они уже существуют. Так все незаметно прошло. Ну вот вокруг него собрались женщины энтузиастские, которые, в общем-то, заинтересовались историей родного края. Но там не только есть, там, известные крыведы. Да. Кузькин. Кузькин известный, да. У него работа по Кяхте существует. Ну, там несколько фургинов. Несколько фургинов, да. В общем-то, и супруга его, она, это у самого Фильшина, она тоже очень активно участвует. Да. Очень много заучных корреспондентов, которые в Иркутске живут и где-то, ну, как бы участвуют. Интересно, что только 5 лет назад собрались. Ну, вот как бы официально они существуют, они называют, как себя, кружок любителей истории, которые существуют при Кяхтинском краеведческом музее. Бояркин, это телесо. Ну, она у нас, она Лонденко, вместе с нами ездила. Ее многие знают, конечно, да. И самое интересное, что вот эта встреча, информация о ней выложена была администрацией Кяхтинского района на сайте на их, и получила отклик. Сразу стали звонить вот из Иркутска, значит, и из Улан-Удэ заинтересовались. А почему из Иркутска? Потому что чтут память Александры Викторовны. Там есть библиотека, сейчас это центральная городская библиотека, а раньше она была народная библиотека. И не случайно была названа, конечно, именем Потанины, потому что несколько лет они с ее известным мужем, путешественником, географом, который, кто интересуется этнографией, знает его имя. Прежде всего, его имя. Да, Григорий Николаевич Потанин, да, вот, с которым у них там большая разница в возрасте, но, тем не менее, вот они были таким тандемом, да, научным, потому что Александр Викторовн, в общем-то, сопровождал его во всех его научных экспедициях. И в Иркутске, в общем-то, хоть и непродолжительный, но значимый. Ну, по-моему, 10 лет они жили. Нет, поменьше немножко незначимый у меня есть даты, я потом вам расскажу. Ну, около 10 лет. Да, да, да. По биографии пойдем более подробно. Да, да. Они жили в Иркутске и, в общем-то, оставили после себя такой неизгладимый след, как, в общем-то, наверное, центр таких образованных людей вокруг них собирался, потому что Иркутский отдел Русского географического общества, они были членами этого дела. И, как известно, в общем-то, Русское географическое общество со всеми своими сетью родилов, которые вот Трецкосавское отделение Преамурского отдела Русского географического общества и Восточно-Сибирский отдел Русского географического общества в Иркутске, они, конечно, проводили большую просветительскую работу. И вот известные ученые, которые так или иначе волей и судеб, которые связаны с Центральной Азией, с Монголией, Китаем, останавливались в этих городах и, в общем-то, читали интересные лекции, которые собирали общественность Иркутской, Кяхты, и, можно сказать, какую-то лепту вносили в образование людей. И вот библиотека еще в 1901 году была ей присвоена имя Александры Викторовны Потанины. Ничего себе. Да, потом, правда, в 1924 году после смерти Владимира Ленина переименовали на некоторое время, но уже в новом нашем, в новейшем времени, в начале 2000-х имя было возвращено вновь, и снова теперь эта библиотека, Иркутская Центральная Городская библиотека носит имя Александра Викторовны Потанины. И там, в общем-то, сотрудники библиотеки занимаются биографией и научным наследием Александра Викторовны, потому что есть в истории женщины, которые сопровождали своих мужей, но, в общем-то, не каждая из них стала исследователем, ученым и так далее. А Александра Викторовна, несмотря на свое, можно сказать, такое происхождение, не имеющее высшего образования, да, женщины 19 века, в общем-то, не все были доступны, но, тем не менее, вот, видимо, дар какой-то свыше у нее была тяга к учебе, и она многими чем интересовалась, в общем-то, постигала самостоятельно иностранные языки, очень хороша была в рисовании, брала уроки у Ивана Ивановича Шишкина, известного художника, почему вот у нее наследие-то не только вот эти вот очерки ее очень интересные, да, этнографического характера, но и рисунки, которые являются источником по быту, значит, миру, восприятию вообще западным человеком, да, именно Востока. Вот эти рисунки находятся в Томске, и, в общем-то, томские исследователи тоже значительно сейчас посвящают внимание как раз, ну, сначала они, опять же, фонд разбирали Григория Николаевича, и вот сейчас есть публикация, буквально тоже готовилась передача, посмотрела, что говорят, ну, в общем-то, случайно обнаружили, что, оказывается, в фонде писем или каких-то документов, касающихся Александра Викторовны, больше, чем его самого, то есть это идет какая-то определенная переписка, какие-то к ней обращения, но и после того, как Александра Викторовна не стала, некрологи написали, очень, скажем, не второстепенные люди в науке, особенно в этнографии, в нашей сибирской науке, это Клеменс, да, значит, это отзыв оставил Ольденбург, это известный академик, ученый-секретарь, да, непременно секретарь императорской академии наук, который, в общем-то, потом активную роль играл и в становлении советской науки, то есть, понимаете, даже перечислять эти имена, которые оставляют положительный отзыв о ней как об исследовательности, это говорит, что Александра Викторовна вообще, конечно, не случайно попала, скорее всего, вот, и получила какой-то, значит, резонанс, и до сих пор мы о ней помним и говорим. И самое интересное, что вот как рисовальщица, вот ее тоже ведь оценили, и просто оценили не то, что вот, ну, хорошо передала, допустим, какой-то интерьер быт, а именно с точки зрения как художественного человека, который художник-профессионал, хотя, как понимаете, она профессионально тому не обучалась, и вот не только Шишкин, да, вот, отзывался о ней очень хорошо, а вот Стасов известный, побортник русского искусства, как его называли, да, то есть, он говорил, я сам не умею там творить, но я предназначен для того, чтобы объяснять, что за искусство и что оно с собой несет, и оно, чтобы было доступно. Ну, он своего рода был критиком, конечно, да, и он очень так положительно отзывался о ее рисунках, вот, и ряд других людей, то есть, понимаете, очень разносторонний человек Александра Викторовна, и вот, то есть, ну, может быть, она и не предполагала, что она станет исследователем, да, но вот как-то волей судеб, значит, что она сама внедрялась во все вот эти вот экспедиционные дела сначала, то есть сначала это, может быть, по какому-то решению бытовых вопросов, да, а затем уже в связи с этим ее сближало вот и с монгольскими женщинами, и с бурятскими женщинами, что вот все отмечают исследователей, что она, ну, скажем, располагала к себе, и, может быть, то, что бы тот же Георгий Николаевич, значит, не смог бы увидеть, да, и ему бы это не показали, или, может быть, какому-то мужчине исследовали то, что могла, допустим, увидеть в быту в каких-то особенностях, там даже вот приготовки пищи, я не знаю, воспитания детей, значит, может быть, устроивание жилища и так далее, что, в общем-то, позволялось видеть и даже, может быть, потрогать и посмотреть, да, как раз вот Александра Викторовна, в связи с чем у нее очень интересные даже такие конкретные тематики, посвященные работе, но самая известная, наверное, это вот очерк Кабуряты, который достаточно высоко был оценен, да, затем это Монголы и Монголы, Монголы, Монголы и Монголы есть такой очерк, в общем-то, по аналогии с названием, потом у Позднеева тоже есть такая работа у известного нашего отечественного монголоведа, да, затем у нас об особенностях, там, Тарасуна курение, варенье, да, вот это очень интересная работа. Очень подробная такая работа. Да, очень детальная, это фактически, можно сказать, по ее зарисовкам, по ее наброскам, это фактически, ну, инструкция к действию, да, вот, и то есть это же глубокое знание, то есть она, значит, она прекрасно это понимала, о чем она пишет, то есть это прекрасно может быть сделано. А вообще этнография, ну, наверное, вот конца 19-го, начала 20-го века, она, в общем-то, переживает какой-то такой свой определенный бум, да, то есть вот и как раз, да, и русского географического общества, здесь, конечно, большая роль и заслуга, и не случайно, что, в общем-то, Александра Викторовна одна из первых женщин, которая была принята в русское географическое, не в отделение, да, то есть не просто вот член русского географического общества, то есть общество-то научное в чем заключалось, они могли принимать любого человека независимо от статуса, да, вот, может быть, в чем хороши эти все были общества, что, то есть каждый человек, ну, жаждущий помочь, внести в какую-то лепту, обладающий какой-то информацией, они все приносили это, что называется, до центрального какого-то офиса, да, и потом становились там членами этого общества, или там корреспонденцев, в Кехте тоже так же, да. В Кехте все там, они обязательно, что они имели научную работу, да, что носили какие-то, платили взносы, что на что существовало, общество в связи с этим производило какие-то там даже раскопки или спонсировало какие-то экспедиции, но это как бы местные уровни, да, а если говорить в целом о российском, русском географическом обществе, то оно же статус императорского, императорское русское географическое общество, у него своя система наград, да, золотая, большая медаль, малая медаль, серебряная, тоже самое, за какие-то определенные заслуги, и Александра Викторовна была награждена большой золотой медалью за ее исследовательскую работу. То есть, по большому счету, в литературе бытует мнение, что якобы она получила эту награду за очерк Буряты, но, наверное, правильно говорить и в том числе, потому что очерк Буряты, он был опубликован чуть позже, чем она получила эту медаль. И вот как раз томские исследователи об этом говорят, что это в целом награда-то за ее экспедиционную работу, трудную, может быть, в какой-то степени непомерную, полностью полную их лишений и так далее, но очень результативную. И вот она пионер в этом смысле. То есть, это женщина, которая не просто сопровождала мужа, а которая сама состоялась как исследователь. Ну и серебряная медаль у ней. У нее и золотая, и серебряная. Русское географическое общество было в этом плане более демократичным, чем российское общество в целом, получается, с точки зрения принятия членов и оценки женского какого-то влияния, наверное. Оксана Полянская, Павел Кругузов, программа «Мнение». Оксана Коломеновна, почему в томске рисунки оказались ее потанины? Они там тоже какой-то… Нет, сама Александра Викторовна в Томске никогда не жила, но часть биографии супруга, значит, Григория Николаевича Потанина, это связано с Томском. Поэтому там, да, он там жил, да. Его вещи там хранятся в Краеведческом музее, а вот непосредственно архив и рисунки уже Александра Викторовна в связи с тем, что они родственники как никогда, оказались вот как раз в библиотеке Томского университета. Он, по-моему, там организовал общество, да, Александр Николаевич? В начале 10-го или 8-го года общество изучения Азии что-то такое было. Да, да. В Томске у него очень активная деятельность. Ну, он же известен не только эксцентрографией, у него, скажем, очень большой политический опыт, там идеи властничества и так далее. А, вот это тот самый. Тот самый, да, в связи с чем оказывался в ссылке. Как состоялось знакомство Александры Викторовны с будущим своим супругом? Она навещала в ссылке своего младшего брата за революционные взгляды и выступления против существующих порядков и так далее. Это же вторая половина 19-го века, если мы вспомним Владимира Ильича Ленина, то там разночинский период во взглядах и так далее. Все университеты и вся любая, там, прогрессивная молодежь, это вот с новыми взглядами, на новую жизнь, с ориентиром на Европу, переменов. Но если не революции, то, во всяком случае, реформ обязательно, да. Естественно, что это каким-то образом пресекалось, и вот как бы ссылка, место Сибири и так далее. И вот познакомились. Хотя сама... Сама она из Нижнего Новгорода. Знаю, из Нижнего Новгорода. Из семи священников. Да, кстати, профессор семинария. Лаврская у неё. Да, отец у неё Лаврский, она урождённая Лаврская. То есть, ну, как пишут биографы, значит, что вроде бы очень такой эскетический быт детства, и самое образование, это как бы её любопытство личное, оно поддерживалось как раз двумя её братьями. Вот так, к одному из которых она потом поедет в ссылку его навещать с матерью, да, в Вологодской губернии. Вот, это младший брат Константин. А Патанин там уже тоже был. А Патанин там уже был. Сослали его, потому что он отбывал в Финляндии. Ну, тюремное заключение, скажем так, да. Потом ему, ну, в общем-то, изменили меру пресечения, как сейчас говорят, и отправили вот в эту, в Вологодскую. И там они познакомились благодаря брату. Собственно, вот эти, вообще, это ссыльная аура, да, вот эта вся она, собственно. Это народники, вот и клейминс, да, вот они же все. Декабристы. Декабристы, это всё связано вот с этой какой-то, это действительно, вот ты сейчас задумываешься. Ссыльная аура, круто сказано, конечно. Вот это аура ссыльничества. Ты же правильно сказал, что в науке, да, а в науке, наука, ну, кроме тех, это Ольденбург или кто-то ещё, какие-то академики, вот эти полевые-то исследователи, те, которые непосредственные, они-то все прошли и ссылки, и катаргели. Да, в основном, да, это проблема знакома, да. Потом сделали большой вклад и в науку, и в этнографию. Ну, по большому счёту, можно, конечно, сказать о том, что вот эти общества различные, которые в филиалы открывались, да, где-то на окраинах, как правило, на востоке, вот у нас на окраинах, где-то на пограничных территориях, они сыграли большущую роль. А активными участниками-то кто был? Как раз приезжие в этот регион по разным причинам, в том числе и политические, ссыльные люди, которые потом сыграли большую роль в становлении образования, каких-то исследовательских работ и так далее. А вообще о обществах России этого периода, можно сказать, очень много. То есть на разоре как раз XIX века, если говорим о Центральной Азии, это всё-таки Восток, да, и Анголия, Китай – одно из приоритетных направлений внешней политики. И вот как раз в начале века, XX в 1900 году, потом затем в 1903 году, чисто востоковедные общества возникают. Это вот общество, в 1900 году это общество востоковедов России возникло. Затем в 1903 году это Русский комитет по изучению Центральной и Средней Азии, так он назывался, да, где, в принципе, все наши известные, вот, бурятская интеллигенция, наши, как бы, представители науки, вот, да, Жан-Сарано, Базар-Барадин, Базар-Цибиков, это не то, что они отметились, они состоялись как экспедиционные работники, причём собрали богатейшие материалы, потому что очень хорошо знали свой край, естественно, знали язык, знали, куда поехать, но они не просто по собственной инициативе, это была целая программа, которую вот Русский комитет как раз для этого разрабатывал. Ну, а Русское географическое общество, конечно, оно уже образовалось ещё в середине XIX века, да, и потом на протяжении вот второй половины XIX века, в общем-то, открывались различные отделы, да, вот здесь, если говорить о Сибири, то это сначала было просто сибирское общество, которое потом разделяется на западное, да, и вот восточно-сибирское отделение, это вот будет в Иркутске, да, а уже непосредственно для изучения пограничной территории, и непосредственно Монголии, это, конечно, наше Трецкосавское отделение, но подчинялось оно прямо Мурскому губернатору, да, то есть, потому что там был отдел на Дальнем Востоке, а Трецкосавское, оно уже было как отделение, то есть, сначала был музей, на базе музея вот открывается этот филиал, где, естественно, активно сотрудничали, то есть, были проездом, но они, тем не менее, участвовали в работе этого общества, это фактически все наши великие путешественники конца 19-го, начала 20-го века, это и Козлов, это и Кондратьев, ну, Пржевальский это немножко раньше, да, ну, Певцов, да, потому что вот и Козлов, с Козловым связано вообще восстановление многих путешественников в мире, а вообще надо сказать о том, что вот если мы говорим об Александре Викторовне, да, она, конечно, в данном случае, можно говорить, сыграла большую роль, скажем, в становлении будущих востоковедов, исследователей и так далее, это, чтобы не быть голословным, такой яркий пример, я на круглом столе уже упоминала это, Алексей Матвеевич Позднеев, вот известный наш монголовед, номер один, можно сказать, как периода рубежа 19-го, начала 20-го века, это первый директор Восточного института во Владивостоке, да, то есть сторонник практического знания Востока, да, то есть язык учим и изучаем современный Восток, да, вот, он не раз экспедиции совершил, но первая его экспедиция состоялась как раз под руководством Потанина, и вот эта первая экспедиция 70-х годов, когда они едут в Монголию, и Александр Викторовнов впервые сопровождает своего супруга, так вот в этой экспедиции под руководством Потанина как раз впервые Монголию посетил и Алексей Матвеевич Позднеев, и вот эта методика, да, когда, потому что, ну, учеником, может быть, так громко не надо говорить, но, тем не менее, многому вот в исследовательской работе он научился у Потанина, потому что Потанин, как уже отмечали тоже на круглом столе в кяхте, да, о том, что он был одиночка, он без конвойна ходил, то есть он сам умел стрелять, и Александра Викторовна, кстати... Ну, может быть, какой-то там один-два человека помощником были, но вот какие-то там в форме люди рядом никогда не сопровождали, что, в общем-то, способствовало как раз вот проникновению атмосферы, может быть, какой-то доверительности местного населения. Вот, и то, что его сопровождал Александра Викторовна, потому что, ну, как бы, видимо, действительно, это вот благодаря ее поддержке, может быть, организации быта в экспедиции, что это еще тоже сложнее. И потом Алексей Матвеевич Позднеев тоже ездил в Монголию со своей супругой Ольгой Константиновной. И вот, в общем-то, у Даши Батовича Лумжиева как раз написано, что верной спутнице Позднеева долгие годы вот как раз по Монголии была его супруга Ольга Константиновна, которая, в свою очередь, тоже является дочерью известного российского монголоведа Константина Федоровича Галстунского. То есть, они с ней познакомились, вот, когда Позднеев учился в Санкт-Петербургском университете, а Галстунский был учителем Позднеева. То есть, вот Ольга Константиновна была. И вот, да, таким образом, получается, что вот момент вот этого общения с супругом, поддержки, каких-то, в общем-то, прикрытий, может быть, финансовых вопросов именно бухгалтерией занималась в экспедиции. Она, значит, сам Потанин был полностью погружен вот в сбор коллекций и так далее. Далее, может быть, какие-то вещи нет. Потом исследователи отмечают, что Александра Викторовна была очень хорошим психологом. Она понимала, с каким человеком имеют дело, да, то есть, она могла, ну, как-то предвидеть, как могут развиваться дальше эти отношения, и стоит ли их развивать или нет, чтобы, в общем-то, в сложных экспедиционных условиях попасть в какую-то, не попасть в какую-то неприятную ситуацию и так далее. То есть, друг надежный и партнер, да. Бог ей дал все, кроме здоровья. Да, здоровьем она, конечно, страдала. Но самое интересное, она же, да, тем не менее, она же выдержала, то есть, она... Она сказал, я с тобой поеду. Три экспедиции на четвертые. По дороге в Шанхай она уже умерла, да. И везли ее тело два, по-моему. Ну, некоторые говорят, четыре месяца, кто-то два месяца. Ну, кто-то пишет, что несколько дней. Да, ну, в ноябре умерла, если... Похоронили января. В Великимедии написано, что спустя четыре месяца была похоронена на успешном плане города Кехт. В январе, да. В январе уже... Поставили часовню там, вот, кстати, перед вот этими всеми памятниками. Ну, она, конечно, не сохранилась сейчас. Русское географическое общество в советский период было как-то трансформировало или прекращало свою деятельность? Нет, оно не прекращало. Не прекращало, просто по другим названиям. Просто не было филиалов в том разведленном виде, как оно существовало, а вообще оно было. Ну, надо сказать, что советская наука, как бы, с точки зрения востоковедения, много переняла. И надо отдать ей это должное. То есть вот эта экспедиционная деятельность, да, и что общества-то они сохранялись, просто они переименовывались, где-то оптимизировались, значит, в силу условий и так далее. И вот, допустим, у нас известное общество было имени даже Банзарова, которое было основано здесь, и Верхнеудинский существовал. Очень активно действовало, но оно же тоже не на пустом месте сделалось. И, в общем-то, фактически изначально там, кто его создавал-то? Там это все те же наши местные, великие, значимые ученые. И Базар Бородин принимает участие, да, и люди, которые, в общем-то, участвовали в строительстве национальной государственности, в создании республики и так далее. То есть наука и с практикой они совмещались. И вот как бы то, что говорит Познеев о практическом востоковедении, скажем, в имперской еще России, да, тоже самое фактически знание современного Востока, это же будет задачей номер один. То есть наоборот, изучение источников уходит как бы на второй план, и якобы это не нужно. Ну, вот в этом, конечно, некоторая трагедия и упущение, может быть, вот на начальном, особенно на этапе советской науки, что главное современный Восток изучать, а все остальное можно и потом. Да, но должно, конечно, наверное, быть какой-то в этом смысле симбиоз, чтобы ничего не упускать, да, потому что источник... Конечно, одно из другого вытекает. Одно из другого вытекает, помогает понять существующие какие-то традиции, аспекты, ту же этнографию и так далее. А современный Восток, конечно, он пробуждался, создавались, допустим, вместо каких-то больших обществ, которые были в Российской империи, создавались другие ассоциации, ну, в частности, вот Всероссийская ассоциация востоковедов, которая как-то составила свои новые задачи изучения Востока, там был журнал «Восток», «Новый Восток». Альденбург, кстати, тоже активно участвовал в этом понятии. Но это все не случайно, понимаете? Вот все, что было за дел, который был сделан, особенно на рубеже 19-го, 20-го века, это уже опыт, который потом преломляется и в 20-е годы уже как бы в советском государстве. И это, в общем-то, надо иметь в виду об этом. Ну, еще вот я хотел еще добавить, что касается вообще, что касается науки, и академической, и накладной, так сказать, что такое вот эти общества были? Собственно, по большому счету, Восточно-Сибирское, вот это первое общество, было первое научное учреждение. В середине 19-го века на всей территории необъятной Сибири-то, собственно, не было. Это сейчас там есть у вас научные филиалы, бурятские филиалы академии, там, далее, российские, а раньше-то не было. Вот, и в конце 19-го века, вот, кстати, сейчас, получается, 1894 год, да, Оксана Николаевна? Да, да. 130 лет будет, в 1924 году. Трецкасавское. Трецкасавское, Кяхтинское отделение Преамурского отдела Русского географического общества. То есть, 130 лет исполняется в следующем году. Да, с 1894 года оно было. Это фактически первый научный, вот в Бурятии это первый научный орган, который бы собрал вокруг себя учёных, не в Верхневудинске, нигде, а вот именно там. И только потом уже появляется, значит, Восточный институт Владивостоки, 1899-й, общество востоковедения Харбин, 1909-й, ну, и вот Томское общество, историческое, Потанинское общество, тоже там 1907-й, 8-й, точно не помню. Вот, и фактически-то вот действительно вот это общество Трецкасавское, которое, ну, если буквально несколько слов хочу сказать, да, это такой сгусток монголоведня с одной стороны, потому что, ну, вы представляете, что такое кяхта Трецкасавского в то время? Это постоянные экспедиции. Ворота в Монголию. Это постоянные экспедиции, постоянно они приезжают, постоянно там при Жевальске, там 4 экспедиции, там Козлов кто-то ещё, и они общаются, постоянно общаются. И вот эти местные купцы, мы, кстати, вот были с Оксаной Николаевной, с огромным удовольствием увидели, что сейчас идёт реставрация особняка Лушникова, Алексея Михайловича, где останавливались вот эти все великие люди, великие путешественники, слава богу, сейчас восстанавливают, красивый уже какой-то вид приобретается, единственный дом в Кяхте, то есть, Слободы, который остался там в живых, вот этот дом. И, естественно, они там все оплодотворяются вот этими идеями. Тут же и декабристы, тут же и, как говорится, вот действительно вот эти птенцы гнезда Селенгинского, Селенгисты. Ну, Селенгист же был в своё время тоже вот он такой. Да, он таким с серьёзным центром. Да, и вот эти все, они купцы-то действительно и участвуют. Вот Оксана Николаевна правильно говорит, вот это демократическое правило было, когда принимали всех, и там кого только не посмотришь, вот этот опубликован, он же был у нас вот этот сейчас труд, да, Ботоцеренов, ну, он делал, Эдуард. В лицах, можно сказать. Да, в лицах, вот этот справочник, он есть, и там, ну, там, сколько их, десятки людей, и не все они были, конечно, исследователи, но и помогали. А благодаря таким, как Клеменс, да, вот этот археолог, который стал вот тут... Ядринцев, да. Ядринцев, который первый в Каракаруме он там это раскопал. Первые издания, вот в частности, это «Восточное обозрение», которое многие публиковались, и вот в частности, вот у той же Александра Викторовны часть работ была там опубликована. Это же, ну, как бы они становились более доступными, понимаете? То есть, да, с одной стороны, да, они как бы вот исследованиями занимаются, да, а с другой стороны, занимались популяризацией науки и знаний. И вот я буквально тоже недавно увидела там статью, что, в общем-то, само вообще факт того, что об Александре Викторовне начали писать вот такие выдающиеся этнографы, исследователи Ядринцев, тот же, да, Клеменс и потом Ольденбург о ней пишут, да, ну, скажем, создали вот как раз, наверное, первый такой прецедент, ореол прекрасной женщины, которая тоже может состояться как ученый-исследователь, и вот по ей подвластно и такая большая экспедиционная работа. То есть, после этого мы же можем назвать как раз других сопутствующих своим мужьям, значит, участницей экспедиции, супругов, да, которые состоялись. Это вот в частности супруга Петра Кузьмича Козлова, да, это урожденная Пушкарева. Она состоялась как орнитолог, и вот ее биография как уже ученого прослеживается уже в советской, значит, историографии, в советской науке вышло ряд монографических работ как раз по орнитологии. Или вот очень интересная женщина, это Мелитина Ивановна Кондратьева, значит, она супруга известного фольклориста Монголоведа Кондратьева, которая тоже состоялась как ученой, то есть, она занималась изучением как раз буддийских храмов, это у нее очень тоже интересные зарисовки, ну и активно они участие принимали в создании Монгольского ученого комитета. То есть, вот эта Мелитина Ивановна, она как раз создавала каталог, значит, Монгольского ученого комитета, который является прародителем современной Монгольской Академии наук. Еще нынче исполняется, по-моему, тоже 130 несколько лет Малисон Мария Ивановна. Да, да, да. Это тоже великолепная. Тоже супруги. Великолепная пара была. Великолепная пара была, да, Владислав, по-моему, да, его звали мужа. Они вот, ну, он с Одессы откуда-то приехал, стал учиться преподавателям в гимназии. Они, собственно, оба преподаватели. Мария Ивановна, она преподавала французский, арифметику, вот, ну, такие языки, и занималась активно. Она тоже, кстати, обладатель серебряной медали, по-моему, в 17-м году тоже ей то ли золотую, то ли серебряную. Ну, в общем, две медали ей вручили. Вот, умерла, к сожалению, в 22-м году, ну, уже, ну, она более такая уже по старше, ну, имеет в виду более, она более современница, чем мы, ну, чем та же самая Александра Викторовна, да, ну, тем не менее, тоже вот такой подвиг. Она же вот огромное количество работ тоже, они привозили там и рога баранов, там, и козлов, и птиц, и гербарий вот эти составляли. Я вообще удивляюсь, вот, кипучие деятельности изучали вот эти хребты, там, река Хара, река Иро, вот эти все, ну, по крайней мере, вот это близлежащее. Вот, это, в общем, тоже, ну, вот я... Ну, это же тоже надо быть энтузиастом, конечно, и не бояться вот, как бы, и длительности экспедиционной работы. Ну, и, кстати, вот еще единственное, что, конечно, вот, когда мы были с Оксаной Николаевной сейчас вот на этом кладбище, конечно, печальное зрелище. Слава богу, что эта могила сохранилась, да, вот. Вот, а если бы мы прошли туда, ну, подальше, к Успенскому самому храму, потому что в свое время же это негодяи, эти манкурты снесли, это кладбище поставили, ну, футбольное поле, и вот сохранилось три могилы. Левтина Николаевна еще Орлова, тоже одна из известнейших, ну, то есть, популяризаторов науки, ученой, которая долгое время являлась после Мехно Петра Саевича руководителем Кяхтинского краеведческого музея, потом хранителем фондов, ну, потом уже Тугутов сменил ее. Вот, и вот они вдвоем там рядом лежат, ну, там еще один человек лежит дальше, а больше всего пустота. И вот пройдешь туда, я вот был, по-моему, несколько лет назад, и там возле храма сложены вот эти плиты, ну, на отгробе, их свезли и вот так сложили. Я вот навсегда запомнил вот эту плиту Малисон, вот прямо лежит плита, на ней еще там 10 плит, и вот это, вот это, конечно, страшное зрелище, ну, вот это. Да, да, такие выдающиеся. Да, вот Малисон, прямо ее видно, что она вот эта плита лежит, и там еще они сложили, это батюшкой сложили, они специально там, чтобы со всего кладбища понасобирали, вот это. Ну, это, конечно, очень страшное вот это заввение, слава богу, что сейчас, и благодаря вот научным нашим, ну, научным людям науки и энтузиастам, краеведам, хоть все это восстанавливается, вот средства массовой информации. Хотя, конечно, да, многое тоже утрачено, но, тем не менее, да, спасать оставшиеся надо. Оксана Полянская, Павел Куртузов, программа «Мнение». Давайте поговорим про Александру Викторовну Потайну, к ней вернемся, вот труд Бурята, да, на каком материале, в каких экспедициях, где она здесь была, да, вот, создавая вот эти работы. Ну, я думаю, что вообще, наверное, то любой ее очерк – это как бы собирательный материал, да, то есть это дело ни одной экспедиции, да, то есть после там первых там просто собирала материалы, вот когда я вам уже говорила о восточном обозрении, и вообще в сибирских каких-то печатных органах походили ее заметки, зарисовки. Потом она, скажем, популяризация-то каким-то, она вот выступала, я один раз с лекцией как раз в Иркутском отделении нашего вот восточного сибирского отдела Русского географического общества, но я думаю, что, понимаете, где полевой исследователь, да, то есть понятно, что экспедиция едет каким образом, они все ехали через один путь, да, грубо говоря, если нашу территорию смотреть, от Иркутска дальше Верхнеудинской, Трескасаса, конечно, да, и она, естественно, что экспедиция не один день шла, да, то есть это не на машинах каких-то ускоренных, это все достаточно медленно, поэтому это все наблюдалось, и поэтому, если когда по какому-то пути шли, то были уже, наверное, и знакомые места, и я думаю, что и юртые поселения. Это очень хорошая работа, и у ней же есть еще, помимо этой, тоже относятся, тоже, ну, этнографический очередь, бурята, есть статья, Верхнеудинские буряты. Да, отдельно. Да, отдельно там, ну, там отдельно еще про то, как молоко там готовить надо, да, и отдельно по Верхнеудинским, вот Верхнеудинские буряты мне, конечно, понравились, ну, если сейчас вот так сравнивать, да, про нынешнее население и так далее, она вот говорит о том, что, ну, вот Верхнеудинские буряты живут там-то, там-то, там, занимаются тем-то. Их же немного было. Да, их немного, но они в основном, говорит, между собой не общаются. Она очень большое внимание там уделила женщинам, пишет о том, что женщина вообще, ну, достаточно бесправная, но когда наступает Сагалган, она красавица, они одевают, и она все красочно описывает вот эти, как они одеваются, какие там эти, то есть, ну, это, в общем-то, отпечаток времени, это надо просто читать, это интереснейшие этнографические вот эти вещи. Вообще возникает такая мысль, да, о том, что, как я уже сказала, что экспедиции шли, в общем-то, одним путем, и Потанины как бы далеко не первыми, кто ехал изучать Монголию и дальше там территорию Китая и так далее. И если посмотреть дневники путешественников, да, и вот Осипа Михайловича Ковалевского, и там, допустим, и Пржевальского, который, несмотря на все какие-то географические основные аспекты, да, и так далее, тем не менее идет зарисовка быта, потому что сами в этом быте существовали не один день, да, то по большому счету можно говорить о том, что Александра Викторовна Потанина, ну, как является продолжителем, продолжателем, да, традиций вот вообще русского путешественника, да, то есть, который очень тщательно относится вот к собиранию материала, его анализирует, тщательнейшим образом записывает, потому что если мы посмотрим Осип Михайлович Ковалевский, который является основоположником, мы уже с вами говорили о нем, да, у него как раз вот в одном из дневники тоже есть и обрядовость, да, которые бурят описаны, и свадебные обряды, и какие-то праздничные мероприятия, и вот очень много внимания уделят как раз внешнему облику и женщинам в обществе, да, и верованием, да, что вот как раз у бурят, но здесь, понимаете, у Осипа Михайловича Ковалевского, может, немножко свой стиль, и потом, опять же, дневник, он не всегда был опубликован, сейчас доступен стал только благодаря тому, что современные историки и науки начинают этим заниматься и как бы ввели это наоборот, а вот Александра Викторовна, она, в чем ее хорошо, что она, ну, и жила уже немножко в другое время, да, более такое, скажем, прогрессивное с точки зрения газетного дела и так далее, что можно было опубликовать, и вот доступным языком она вот это все описывает, то есть то, что она видит, и ее восхищение и так далее, вот, это один момент, а с другой стороны, понимаете, вот такой вот гуманистический подход к народам, которые заселяли, скажем, далекую неизвестную Азию, не какое-то вот такое снисхождение, да, а именно действительно восхищение и определенная любовь, и вот, значит, в своих работах о том же Ковалевском, когда мы писали, что вообще, ну, как бы присуще русскому ученому, российскому исследователю как раз вот такое гуманное отношение к любому человеку, то есть не просто это объект для изучения, а это прежде всего друг и помощник, да, вот в трудной, допустим, нелегкой жизни путешественника, всякое случалось и бывало, да, и поэтому, чтобы получить достоверный, хороший материал, нужно наладить контакт, да, и вот воспоминания Александры Викторовны как раз тоже все подчеркивают исследователей, почему у нее какие-то вот такие подробности, которых, может быть, нет у других, потому что она действительно очень добрый, открытый человек, которая могла в любой момент чем-то помочь, да, то есть вот у Ковалевского то же самое, то есть он делился подарками, которые специально ему, допустим, для каких-то официальных властей выдавали, да, снаряжая экспедиции, а что-то он у нас и свое преподносил. Ходил чисто в бурятской одежде. Да, бывало, что и... Спал, открытая у него дырка, как в юрте он там описывает, я лежу, вот он пишет там в Казани, я сейчас лежу, пишу тебе письмо, а у меня тут на темнике река темник, да, тут эта дырка у меня над головой, ну, все прекрасно. Високое небо, и в принципе, а у Александра Викторовна у нее уже очень такие красивые зарисовки, как раз, видимо, вот художественный взгляд на окружение, да, и не просто рисунком, а вот именно словом, то есть если вот как раз читаешь ее очерки, то она говорит, я смотрю, да, на небо... Там у нее, кстати, прекрасный очерк, мальчик Дорджи, я вот только не понял, но это, видимо, про Дорджи Банзарова, она каким-то образом, потому что... Собирательный образ. Собирательный образ мальчика Дорджи, который пришел там в школу, учится вот в этой, в Кяхте и так далее. Ну, вот Оксана Николаевича сказала, я действительно проиллюстрирую тех, кто может, они есть эти работы, просто возьмут в интернете и прочитают. Великолепные вот эти действительно художественные приемы. И художественные, и монографические, да, и отпечаток времени. Да, и у нас как бы часто возникает, когда мы приезжаем в Кяхту с известными монголоведами, вот из Казани, вот на Дорджи Банзарских чтениях тогда приезжали, ездили и иркутяне, в частности, вот Александр Васильевич, Юрий Васильевич Кузьмин, и часто говорим, что, ну, в общем, Кяхта, это на леду с Иркутском, это еще один центр востоковедения, да, даже не Казани, там Петербург сначала, потому что все идет отсюда, и сейчас Юрий Васильевич Кузьмин, кстати, работает как раз над биографией Игумного, известного переводчика, да, который был наставником того же Ковалевского, фактически создатель первого словаря, который существовал, просто не был опубликован, и, естественно, был в забвении, да, ну и так далее, там. А он родом откуда был, Александр? Ну, по-моему, тоже из Селингинска, то есть в Иркутск он приехал потом. Потому что Игумная фамилия-то такая, Шарагуле, очень много Игумного. Да, 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 то есть... Словарь-то бурятского языка, не знаю, да? Русско-монгольский, русско-монгольский, там было, по-моему, в четырех томах, и один там сохранился, и он находится вот в музее в Кяхте, да, имени его врача, Краеведческий музей. Оксана Полянская, Павел Кругузов, давайте перейдем к другой женщине, не менее примечательной, энергичной, да, и, можно сказать, с трагической судьбой части, я имею в виду Августу Дмитриевну Корнакову. Корнакову, да. Тоже связанную с Кяхтой, да, с Трескасовским отделом Русского географического общества. Да, это уже непосредственно, вот, я уже упоминал Малисон, да, Мария Ивановна, то есть они, ну, она приезжая, как бы, да, а Корнакову, конечно, это, ну, там уже они в третьем, во втором поколении, хотя это оттуда и из Тюмени, это старые, приехавшие купцы когда-то там и так далее, вот, Селингинска. Как-то из богатого купеческого рода Савашникова. Да, это очень богатые были, очень богатые были люди, да, и она, конечно, когда жила она в достатке, очень в таком достатке, у них и дом, у них и дача, пусть киране, у них всё. В Кяхте живёт. В Кяхте, да, ну, вот, прекрасная книга, да, Александр Николаевич тоже она есть, это Авгу Бакши, вот Елена Сергеева, да, которая в своё время написала, а она написала, уже подтолкнула её Бараев наш, да, Владимир Бараев, наш знаменитый, да, тоже интересный журналист, историк, значит, писатель, вот, и который написал Древо Кандинских, он пишет о том, что огромное влияние, почему она, ну, кроме своей энергичности и так далее, там, артистизма, играла там в драматических каких-то постановках, почему любила Монголию, потому что и няня была, как у Пушкина Арина Родионовна, у ней няня была монголка, монголка, и она с ранних лет, конечно, знала язык монголии, она прекрасно знала английский, английский писала и говорила и так далее, и прекрасно знала монгольский. Вообще, надо сказать, что в этот момент, вот, кяхта, что такое кяхта, это, там 8 было учебных заведений, там была целая куча врачей, не было врачей, допустим, в центре где-то там на Урале, там считали один врач на какую-то, на территорию, где там живет, там, не знаю, 100 тысяч человек, а здесь маленькая кяхта, и тут там 3-4 врача, огромное, 8 учебных заведений, какие-то школы переводческие, реальные училища, гимназии и так далее. Ну, то есть вот это... Кяхта, нынче, тоже юбилярша. Да. Да, поэтому не случайно все, наверное, мы вспоминаем. Вот это все впитывалось, а там же огромное количество, ну, ты представь, перевалочная база, у Корнаковых останавливался вот 1884, по-моему, последнее четвертое путешествие при Живальского, вся вот эта, 30 там человек, они остановились в доме у Корнаковых, конечно, они, естественно, все это впитывали с детства, они все это знали, и сама Августа Дмитриевна, она с малышей... Она 64-го года рождения или 64-го? Да, 64-го, да, она, кстати, познакомилась-то со своим будущим мужем тоже на этих, ну, драматизмах, она очень любила театр, потом передала своей младшей дочери Катерине, не Екатерине, а Катерине Корнаковой, ага, и она Авгу Бакши, как ее называли, Бакши это же это, учитель, да, я так понимаю, Бакша, по-бурятски, да, вот и передала, передали ей вот этот и артистизм, и какой-то что-то, ну, все, что связано с будущим освоением, она издала 7 работ, 6 из которых были опубликованы вот в этих, в трудах Троискасавского географического общества, в этого отдела, это специально выходили в это, вообще Троискасавское общество, конечно, оно играло огромную роль, там огромное количество людей, ну, вот тот же самый про Лушниковых, да, вот вспомним, да, два сына его Лушникового, да, Александр, по-моему, Михаил, они же участвовали в экспедиции, то есть в экспедициях поехали, отец отправил их, он дал 400 рублей там, значит, ну, очень многие помогали, вот мы сейчас были с Оксаной Николаевной тоже в музее, да, видели там вот эту Маскову, да, я потом посмотрел, действительно, в тысячи, это когда, кто у нас, Владислав этот, Котвич, Котвич, да, это он знаменитый наш польский, он и наш, поляки его называют своим, мы называем нашим, как учёный состоялся, конечно, в России, вот единственная его поездка, Владислава Котвича, состоялась в 1912 году, вот в прошлом году тоже был юбилей, как бы, да, а Масков как член общества, да, и вот, и ему, значит, Радлов, это председатель как раз вот, значит, русского комитета по изучению Восточной и Средней Азии, да, пишет прямо обращение, пожалуйста, способствуйте и так далее, а потом пишет большую благодарность, то есть, на такой официальной бумаге с печатями, с подписями о том, что благодарим, что состоялась вообще экспедиция Котвича и ваше активное участие и содействие, то есть, действительно, ну, ситуация непростая была, начало 20 века, да, это, с одной стороны, это, наоборот, 12 год, тоже очень важная дата, да, в российско-монгольских отношениях, по большому счету, фактически, вот, автономия зарождается, да, монгольцы, внешней Монголии, и благодаря вот тому, что вообще состоялось это соглашение, стало, ну, скажем, несколько проще, да, то есть, устанавливать отношения прямо с монгольскими областями, и что состоялась вот первая экспедиция, она была непродолжительной, там, в течение трех месяцев, но Котвич съездил на Архона, вот эти рунические надписи, которые он изучает, и вот, то есть, непосредственно с подачей, вот, как раз, участников Трецкосавского общества, и Жамсарано, который уже жил и работал вот в Монголии, участвовал, контакты, конечно, были, и благодаря вот такому содействию Котвич был в Монголии. Давайте к Августе Дмитриевне Корнаковой вернемся, да, вот, ты упоминал в ваших прошлых передачах, Корнаковка, такой населенный пункт, я так понимаю, на территории Монголии он находился, да, тут же как-то связаны они? Да-да-да, это территория Монголии, да, это 80 километров от Кяхты находится, вообще, если так по линии-то смотреть, 40 километров до, у нас 40 километров до Кудары, а еще 40, это у нас, вот еще 40 туда, если, ну, скажем, к востоку, да, и перейти реку, ну, примерно вот в районе Эро, вот это находилось поселение, вот, и через реку после Чикой перейти, вот, раньше же вообще, вот, честно говоря, в Усть-Керан, этот вот на даче, они же ездили через Монголию, не было... Где грязи, да? Да-да, где грязь, не, грязь, вот есть Керан, а есть Усть-Керан, это разное, вот, и они ездили через территорию Монголии, часто дорога идет через этот хребет, а раньше вот так было, и Карнаковка, он в свое время, когда женился на Августе Дмитриевне, она, конечно, была завидной невестой, очень завидной невестой, и так получилось, что он был очень импульсивный, ну, такой, некоторые называли его прожектор, я даже вот, интересно, вот это, значит, есть вот из этого фонда, этого хитровода, пишет, значит, пекинская миссия, потому что он задолжал в свое время, почему переехали туда, потому что он стал банкротом, и задолжал деньги, вот, одному из маймачинских купцов, и вот здесь вот пишет, что, значит, вот, консульс в Урге, ныне наш генеральный консульс сообщает, что арендуемый участок земли на ИРО в Монголии находится в распоряжении жены Карнакова, урожденной Августой Дмитриевной Синицыной, является единственным средством к существованию и то недостаточным без материальной поддержки родственников для всей многочислий семьи Карнаковых. Сам же Карнаков, истративший почти полумиллионное состояние, это гигантские деньги, полумиллионное состояние своей жены на разные фантастические предприятия, давно уже обанкротился и живет на иждивении родных своей жены. Доходность упомянута выше участка, особенно при неумелом ведении хозяйства, ничтожная, потому консульс было лишено возможности производить из доходов имени взыскания в пользу Син Маушена, ну, это маймачинский купец. Ну, просто забегая сказать вперед, что эта история длилась начиная с 2007 года, он эти деньги занял, 4 160 рублей, но деньги-то большие, на самом деле. В это же время Син Маушен был должен 2600 как вину и басову, торговому дому там в Кяхте. Тот не отдал этому, говорит, должен Карнаков отдать. Тот, а те говорят, ну и что? А в это время вот эти бомбардируют консульство, потому что они же являются, вот Люба, там, да, генеральный консул был, Владимир, да, по-моему. И вот, и, значит, они бомбардируют, отписывают этому пограничному комиссару, тот ездит, разбирается, а тот говорит, я могу только по 100 рублей. Ну, и в конце концов, вот я читал последние уже бумаги, по-моему, 14-й год, все, полностью тот этот Син Маушен расписался, это, представляете, 7-8 лет прошло, когда он уже отдал последние деньги. То есть, он уже более-менее стал рачительным хозяем. Карнаковка развивалась на первое время, действительно, очень импульсивно, но она очень любила его. Тут нет смысла сейчас обсуждать его, это просто один из, так сказать, это, может быть, злопыхателей, а может быть, действительно, это правда, мы не знаем. Но суть в том, что Карнаковка, это одно из русских поселений, их очень много было. Я вот, даже сегодня мы разговаривали с Юрием Васильевичем, с Кузьминым, он сказал, правильно, действительно, очень много было поселений разных и так далее. Ну, это вот когда русское правительство поощрило вот это торговые взаимоотношения, да, с Монголией стали развиваться? Да, русские. После 1912 года как раз там же отдельным тем пунктами шли особые положения русского купечества вот на территории Монголии. Потому что Монголы действительно тянулись к товарам из России, это и пшеница, это и ткани хлопчатобумажные особенные, недоступные по ценам, и очень высокого качества. И поэтому, как бы, вот условия эти потом и закреплялись и к Яхтинским соглашениям Трость. А вообще Августа Дмитриевна, это тоже же вообще отдельная история, может, в этнографии, да, она вот проявила себя тоже, можно сказать, с раннего детства, только условия жизни немножко другие, да, если мы посмотрим, если будем параллельно проводить с нашей основной героиней сегодня Александра Викторовна Потанин, то есть, конечно, жила в других условиях, да, очень благополучно, да, благополучной семье, материальном достатке, но, понимаете, ограниченные люди могли этим и удовлетвориться, ну, все хорошо, все замечательно. Но здесь вот это тоже вот пытливый ум, видимо, какие-то наблюдения, особенности, знания языка, да, любовь к Монголии, потому что... Совершенно верно, когда приезжали экспедиции тот же, значит, и Козлов, и потом Познеев, и вот, и Потанины, она, в общем-то, делилась своими впечатлениями, понимаете, и вот, скажем, искушенные люди, понимая, о чем говорит эта юная особа для начала, да, она понимает, о чем она говорит, и то есть они просили, чтобы она все это и начинала излагать в бумаге, и потом, в общем-то, по их же инициативе состоялись ее первые публикации, это же и празднество, значит, там, монгольские праздники, да, и там... Джоса. Да, 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 это как бы тоже освещение различных обрядовых и погребальных возможностей и так далее, то есть, понимаете, это достаточно глубоко проникнутый человек, не просто поверхностный, то есть она себя еще олицетворила с тем, что путешественники, они приезжают, и они мимолетным взглядом, значит, бросают и делают, может быть, иногда скоропалительные выводы, а мы живем здесь, мы наблюдаем и можем проанализировать, и фактически потом вот эти и позднеев как раз подтверждали о том, что действительно Августа Дмитриевна права в этом, и когда переезжали границу из Кяхты, значит, на территорию Монголии, то по большому счету во многом советовались, как лучше, в какое время поехать, где кому лучше обратиться, с чего начать, ну, смотря каким вопросом предполагалось, значит, заниматься. То есть, понимаете, вот, ну, как бы женщина, конец 19-го, начало 20-го века, и фактически она помогает формировать вот мнение и образ, ну, ближайший пограничный для России Монголии. Она, кстати, на своих заседаниях, это не просто так, она приносила целые коллекции, это были костюмы и так далее, так как артистическое было у нее дарование, все это показывала и дарила, кстати, есть эти коллекции, сейчас фонд от музея, ну, дай бог, чтобы... Ну, то есть, есть возможность было и приобрести, понимаете, вот этот факт, нельзя же, говорят, роль купечества вообще вот в исследовательской работе, то есть, это люди мы могли и спонсировать где-то, и когда, допустим, еще в начале 20-го века, когда различные политические перипетии внедрялись вот в жизни экспедиции, может быть, не часто бывало, что участники экспедиции оставались без средств существования, то кяхтинское купечество их всячески, в общем-то, поддерживало. Даже то, что их экспедиции принимали в кяхте, да, в купеческих домах, это тоже, в общем-то, дорогого стоит, это один момент, допутствовали, значит, в далекий неизвестный путь в чужую страну принимали и разместить, да, то есть, вот со всей вот этой вот свитой. И, по большому счету, действительно, роль кяхты вот в этом, и вот благополучие кяхты того времени, оно способствует тому, что, как говорят, описание кяхты, вот, до конца не знаю, что это за кяхты, это, значит, вот, как Павел говорит, правильно, это достаточно много учебных заведений, это отчасти присутствие медицины, да, это лавки богатые, это богатые каменные дома, да, это такое благополучие, появляются там мощеные улицы, да, светофонари масляные и так далее, да, это книги у людей присутствуют в доме, которые читаются, понимаете, это, значит, там, фортепиано или еще что-то, излечение музыки из Европы, это тоже, понимаете, и как раз вот среди вот этой, то есть благополучия, оно как бы в дальнейшем вот сказывалось вот на каких-то других уже духовных и культурных ценностях, которые потом распространялись, то есть в данном случае не просто купеческая слобода, да, а вот достаточно много образованных людей, то есть вот совершенно, так скажем, другая повседневность жизни, нежели, может быть, в каком-то рядом присутствующем городе. Ну, вот политические перипетии все более властно, да, вмешивались вот в эту историю в том числе, и вот, Паша, к тебе вопрос, после трагической гибели мужа и сыновей, что там произошло? Еще до этого хочу сказать, что благодаря вот этим своим научным изысканиям она в 1911-м получает серебряную металь, русского географического опыта, сейчас отделает на графии, то есть вот, потому что, ну, это тоже большой вклад. И они живут, очень начинают хорошо жить, на самом деле, потому что он очень много уже там засевает земли и там и так далее. Это уже после вот этой истории с банкротством, да? Да, да, после, и тут наступают вот эти годы гражданской войны и так далее, у него там бывает, ну, как пишет и войска Унгерна, и ургинский отряд Атамана Семенова, и Красный потом. А он за кого был? Ни за кого, ни за кого, вот даже вот в этой книге, да, вот этой, вот Курганова-Карнакова, она же описывает здесь, что, ну, достаточно, просто жили они, вот, просто жили и наслаждались жизнью в Монголии, и вот в каком-то плане охотились, рыбачили, рожали детей, воспитывали внуков и так далее. И в этот момент вот происходит вот этот, вот этот коллапс, да, государственности и российской, и монгольской. Монгольская, почему не монгольская, а именно китайская империя, да, потому что это же часть Китая была. И Маймачин взрывается, происходит революция, и вот эти уже потом из этих отрядов, солдатов, гаминов, вот этих китайских, революционных, получается, банды, которые бегут, одно время их там пишет, ну, Бараев, правильно, потом говорит, что это хунхузы, ну, это не хунхузы, правильно, мы как-то ехали в машине до Цишин, наш этот, ну, профессор, да, он сказал, ну, это не хунхузы, это там где-то, хунхузы, ну, это как бандиты, как разбойники. То есть вчера это был китаец, а сегодня это уже деклассированный какой-то элемент, который, и вот они нападают на эту Карнаковку. Это в каком году? В 1921 год. Это как раз вот период вот этой февральской революции, когда вот в Монголии происходит, когда сгорел Маймачин, и они бегут вот в эту сторону, вот по этому тракту, и в этот момент, значит, женщин, они всех запирают, пытаются сжечь, вот, мужа и старшего сына, ну, Леонида, младшего сына, увозят с собой китайцы, ну, туда, к Маймачину, около Маймачину убивают, да, а старший сын Анатолий, он возвращается, он в это время не был, он возвращается, и потом едет, ну, и мстить им, и тоже погибает буквально через два месяца. То есть Августа Дмитриевна теряет, ну, и двоих сыновей, вот, у ней пять детей, три дочери, два сына, и там происходит и насилие над женщинами, да, ну, вообще это очень страшная история, Корнаковка сжигает, сейчас на месте Корнаковки ничего нет, хотя вот я разговаривал с Эдуардом Ботоцереном, он сейчас точку нашел географическую, ну, вот именно, где находилась эта, да, вот я, кстати, у него надо потом, ну, посмотреть, где эта точка, и на этом месте сейчас ничего нет, ну, тем не менее, вот, интересно было бы съездить. И Августа Дмитриевна уезжает к своему брату, брат же очень достаточно серьезный, богатый человек, слободил у него свой дом, Иннокентий, Иннокентий, вот, который Немчин был, который женат на Немчин, ну, там, как, получается, вот эти были Собашниковы, да, в свое время, а это уже, то есть Немчинова, Собашниковы, вот эти все фамилии, Шевелевы, потому что они же вообще родители были не против, чтобы она выходила из-за этого дичка-то, из-за Корнакова, потому что один из них, одна дочь вышла в Приморье, уехала к Шевелевым, да, Шевелевы, Токмакова, это линия Старцевы, это линия вот эта декабристов, без судьбы Сюжева, да, Гомбоевы, другая линия, это идет уже Немчин, Немчинов, это Байкальское пароходство, это прииски золотые, это, ну, в общем, богатейшие люди, ну, потом Иннокентия, кстати, расстреляют, 75 лет, советская власть все равно догнала, приговорили, в общем, расстреляли, ну, это неважно уже, а здесь она приезжает... Она в Крым, потом в Москву. Да, она приезжает, и самое страшное, когда она говорит о том, что там появляется какой-то мужчина, говорит, при мне убили, ну, вот этих людей, и убили мою семью, она говорит, меня отвези на это место, на это место она отвозит, этот брат ей говорит, не надо, не едь, зачем ты поедешь? Это еще здесь, да? Это здесь еще в Кяхте, да, в Слободе, она, нет, давай, я поеду, они едут, и она потом возвращается, седая прядь, ну, буквально она посидела за одну ночь, она привозит с собой, только нашла кусочек сюртука и вот этот череп мужа своего. Ужас. По зубам она поопределила, сына не могла найти, уже растаскали там зверей, что-то еще, ну, конечно, для нее это был ужас. Потом она уезжает, ну, конечно, дочери тоже, они делают блестящие карьеры, одна из них живет долго в Верхневудинске, умирает, потом здесь у нас в Ланаде муж у нее, к сожалению, был репрессирован, служил в Забайкальском казачьем войске, вторая, значит, дочка, Фанни, она уезжает в Англию, она там сразу женится, заподданная, замуж уходит, уезжает в Англию, и она всю жизнь себе помогала, потому что она имела ресторанный бизнес в Лондоне и чуть-чуть, ну, деньги скидывала, пока был Турксин, когда она переезжает в Москву, уже Турксин заканчивается, и она остается вообще без средств. И Катя Корнакова, Катерина, знаменитая тоже такая, значит, это там и Янковский, и Шевелевы, и Бриннеры, вот, знаменитый Юл Бриннер, да, лауреат этой премии «Оскара», актер, это, получается, она была его мачехой, как бы, этого Юла, вот, а это уже третий муж ее, вот, этот Бриннер, Борис Бриннер, она уезжает, она уезжает в начале в Москву, там выходит замуж второй раз, у нее первый муж был в годы Первой мировой войны, погиб, она выходит замуж потом за Алексея, Алексей, по-моему, Дикой, Дикий, да, вот этот актер, который играл Сталина, вот, они там живут прекрасно в этом ситцевом вражке, по-моему, где-то там это, ну, тут ситцев вражек, да, квартира, у них там квартира с двумя-тремя ваннами, она собирает сервизы в это время, сервизы, великолепно, она любит сервизы, но сервизы как, они собирают каждый раз новый сервиз, потом наполняется ванной этими сервизами, вот, они человека вызывают, они моют эти сервизы, и по новой это все начинается, и долгое время потом мать ее живет этими сервизами, продает за полцены, а сервизы великолепные. Ну, она потом бросает этого актера, этого дикого, и уезжает к Бриннеру, Бриннер еще там они мальчишками, девчонками были знакомы, она одно время воспитывалась на Дальнем Востоке, ну, вот у Шевелевого, и у тети у своей, и потом она, значит, после вот всех этих трагедий она вызывает маму туда, она уезжает, ну, а там еще связано еще с Крымом, да, вот этот Мисхор, вот этот возле Ялты, там вот эта Токмакова там около Ай-Петри покупает имение, ну, то есть дальние родственники, потому что ее кузина, двоюродная сестра, она замужем за одним из Токмаковых, в этом имении там тоже и Шаляпин, и кого там только нету, все вот этот, вот этот культурный мир Кяхты, он, ну, вот он есть, до сих пор, кстати, сохранилось это здание, потому что привезли кяхтинских этих мастеровых, они срубили, я посмотрел вчера фотографию этого дома, ну, точно как Кяхте сделан, слушай, дом, ну, вот это в Ай-Петри, сейчас там это частная гостиница, вот, там и Горький пишет свои письма оттуда и так далее, и вот она там некоторое время была, потом уезжает в Москву, живет в ужасающей бедности, она получает пенсию всего 60 рублей, доходит до того, что ее хотят выселить из квартиры уже, и тогда она идет к академику, к академикам, ну, вот, и говорит о том, что я вот когда-то работы, ну, по стыковидению ее спасают эти работы, а, спасают еще и знакомство с Яном, Василий Ян, писатель, который написал трилогию, да, «Хождение», там, это, ну, «Баты», «Чингисхан», вот эти трилогии. Просто про Партака еще писал, да. Партака, тоже, да, ну, не знаю, я читал «Джованюли» только, ну, и вот, в общем, этот Ян тоже, они обращаются к этому, назначают, а, вообще у нее пенсии не было, ей назначили пенсию, вот, сейчас-то я вспомню, 60 рублей эту пенсию, и она бедная живет на этой пенсии, и когда уже совсем не в Моготу, когда кончаются все сервизы, когда торксин обрезается, перед самой смертью она снова идет к этим академикам, географам, те снова выбивают, и пенсию дают 200 рублей в сентябре 40-го года, а в декабре, там, 31-го или какого-то, 30-го… В декабре 41-го она выбирает? Нет, в декабре на рубеже, на рубеже, она войну не застала, на рубеже 41-го, январь, ну, вот здесь… Да, вот, у меня сведения 30-го декабря 41-го года. Нет, нет, 40-го. 40-го, да? Мне кажется, 40-го. Ну, возможно, ну, где-то, где-то уже в почтенном возрасте вполне себе. Да, и пенсию дают 200 рублей, она там 2-3 месяца получает ее, и все на этом, ну, уходит из жизни, вот, и многие работы, конечно, ее утрачены, к сожалению, потому что… Они были обрекованы. Да, по партиюру Монголии, да, судьба их неизвестна. А судьба, конечно, трагичная у родственников, которые попали и в репрессии, и там один там стоял где-то там, где анекдот про Стального прочитали, все, упекли, отправили в Джамбул, там, ну, и так далее. Ну, родственники сейчас есть, вот Сергея его подняла, молодец. Это очень интереснейшие, конечно, люди. Ну, что ж… Оксана согласится, что это великолепные были люди, вклад которых он несоизмерим, конечно. Конечно, слава Богу, что мы вспомним. Спасибо огромное. Оксана Полянская, доцент-кафетер всеобщей отечественной истории Бурятского государственного университета, кандидат исторических наук и Павел Кургузов, историк, краевед, автор многих работ по истории событиям революции, гражданской войны. Ну, и сегодня мы затронули XIX век, да, великолепие такой научной кяхты через призму биографии двух женщин и многих других исследователей поговорили об этом. Спасибо еще раз в велопередачу. Сергей Герезеров, всего доброго, до свидания. До свидания. До свидания.